Пока в центральной части России жители регионов наслаждаются цветением садов и скверов, рейнмарцы радуются тому единственному, что подготовила для них суровая северная природа – цветением черемухи и рябины. Увидев большие и маленькие деревья, обсыпанные белыми соцветиями, кажется, что и к нам наконец-то пришло лето. Строчка из всеми любимой песни гласит «Пусть на рейнмаре не цветут каштаны, пусть на рейнмаре не шумят сады». Однако каждый северянин знает не понаслышке, что весной нам очень не хватает ароматных цветущих деревьев. Не хватает нам буйства красок и в летний период. К сожалению, в северных широтах в городской черте насладиться можно лишь цветением черемухи, рябины и шиповника. Но, несмотря на это, жители Заполярья не теряют надежды и пытаются расширить список произрастающих на севере деревьев и кустарников. Каждый год дает побеги, а растение сколько ничего не растет. А сколько лет назад вы ее посадили? Ой, лет пять или шесть даже. Валентина Андреевна оберегает свою маленькую сирень, надеясь, что однажды она все-таки увидит ее цветение. Но в заполярных широтах этот кустарник не успевает окрепнуть за короткое лето. А вот туя, привезенная из Центральной России, прижилась и даже понемногу набирает рост. Заботятся о них хозяйка, как о детках. Настолько они пока хрупкие. Верхушку как маленькую еще срубили. И вот она в два ствола пошла. Подстригать мне ее жалко. Относятся к деревьям как к родным и на соседней улице. Здесь Владимир Михайлович не один год высаживает на своем участке всевозможные растения. Что-то заимствовал из ближнего леса, что-то привозили знакомые из теплых краев. А вот тут у меня еще есть остинка. Она еще маленькая. Но ничего, она прижилась. Отпривозили откуда-то? Мне товарища дал. У него был ремонт возле дома. Он сказал, говорит, затопчем, забирай. Вот я где-то в прошлом или позапрошлом году забрал. Среди зеленых питомцев шиповник, ели и даже сосновый кедр. Радуют своим цветением хозяев и прохожих рябина, черемуха и шиповник. За всеми нужна минимальная, но все же забота. Единственный уход у меня, в общем, когда я привожу небольшое деревце или куст, вот когда они маленькие, их надо поливать. Вот хорошо, года два, наверное, вот, чтобы там была влага, влага, влага. А потом, я вот сейчас уже не поливаю давным-давно. Единственное, что вот когда жарко, я там ведро, полведра вот где-то везде разношу во время жары. Ну, это уже вечером, чтобы не испарялась вода. Вот это главное. Если в частном секторе озеленением в основном занимаются владельцы домов, то в центральной части города нужна сторонняя помощь. Так, в этом году на территории Нарьинмара планируется высадить более ста деревьев, в основном берез и елей. Саженцы будут изыматься в местах санитарных зон, под линией электропередач, либо на водозаборе. Ориентировочно у нас есть места. Также мы принимаем заявки от ТОС и от многоквартирных домов, где будут высажены деревья, где планируется там высадка деревьев. И в этом году, кроме нас, то, что у нас в муниципальном задании по посадке, да, по озеленению города, также активно принимают участие вот тоже территориальное, общественное самоуправление, многоквартирные дома, советы. То есть они как бы еще дополнительно несут свои как бы и расходы, и участвуют в различных грантах, конкурсах, чтобы получить финансирование, либо как раз эти материалы для высадки, для озеленения города. Заявку на озеленение можно оставить по номеру телефона 4 00 53. Высадка планируется в самое оптимальное для этого время на Крайнем Севере, с конца сентября до середины октября. Во-первых, мы примем заявку, посмотрим, где это, чтобы единичного не было, лучше коллективную заявку сделать. Потому что бывало, что и с одного дома там делают 10 заявок, то есть вроде как и совет дома есть, а все как-то в разнобой получается. Лучше собраться дома, обговорить, кто будет у них ответственное лицо, определить место посадки деревьев, то есть выйдем, посмотрим, и тогда уже специалист также будет от нашей организации, и посмотрим, где можно садить, где нельзя садить, чтобы там не было коммуникаций. Ну а в ближайшее время, до конца июня, в городе появятся вазоны с цветами. Всего будет высажено более 16 тысяч цветов. И каким бы холодным ни было наше лето, свои краски оно подарит северянам в любом случае.